Всем привет, с вами Македа Про и сейчас я продолжу очень интересную тематическую, теоретическую тему о том, почему умирают блоги, что с ними происходит не так и в принципе, что с этим нужно делать. Я вот только недавно выложил видео на тему, как вести интересный блог, а сейчас буду указывать непосредственно на те ошибки, которые возникают при введении блогов и которые, соответственно, хоронят эти самые блоги. Речь в данном материале пойдет в данном видео непосредственно о блогах, о персональных блогах людей, которые ведут, потому что очень много есть интересных блогов. Есть очень много интересных людей, которые ведут блоги по различным тематикам, мы сейчас не привязываемся к SEO, сайтостроению и т.д. и т.п. Люди ведут свои персональные блоги разных тематик, кто с чем знаком, кто в чем соображает, кто в чем разбирается. И вот сейчас мы поговорим, почему такие блоги умирают, ведь они по сути могли стать популярными. Что происходит не так? Давайте начнем с того, что человек выбирает не ту тему. Я сказал о том, что есть очень много интересных блогов и это непосредственно интересные блоги, потому что люди разбираются в тех темах, на которые они ведут эти блоги. Соответственно, эти блоги живы. А вот те блоги, которые умерли, мы их попросту не видим. Но я вам скажу из своего опыта, что да, блог может умереть, если неправильно выносить идею, если неправильно структурировать у себя в сознании, у себя в голове, что должно быть, и если до конца не переварить, не понять ту тему, с которой ты хочешь работать. Бывали такие варианты у меня, когда я занимался не тем, что, наверное, это скорее такой был порыв. Был просто порыв. Вот хочу и все, вот сейчас создам, начну делать, да, начинаю делать, все класс. Потом раз, вот этот порыв запал иссякает и все. И со временем я понял, в чем проблема. Это просто была не та тема, по которой я хотел вести блог, потому что нужно вести блог непосредственно в той теме, в которой ты разбираешься, в которой у тебя есть опыт. Например, тот же самый блог Македа Про. Я не говорю о том, что я знаю все, я не говорю, что я все умею, но есть какие-то моменты я освещаю, которых не освещает никто. Есть какие-то моменты, в которых, допустим, по которым я могу поделиться с вами информацией и о чем я могу рассказать. Я ведь не претендую на лавры там супер какого-то блогера, еще чего-то. Я просто пишу о том, что я видел, что я знаю, что я пощупал, что я умею, что я могу сделать и о том, что я видел и понимаю, ну, как бы в плане того, я видел, как это работает. Поэтому, соответственно, вот этот блог, это уже моя, это уже тема. И давайте будем говорить откровенно и будем говорить честно и быть честными сами с собой. Все знать нельзя. И блог, ведение блога, это как раз тот вариант, когда можно еще параллельно чему-то учиться. То есть, ведя какой-то блог, я могу вникнуть там в какую-то тему, более глубже что-то узнать для того, чтобы вам рассказать. Соответственно, у меня становится больше знаний по этой теме, по этому вопросу я рассказываю это вам. И, соответственно, ну, по факту становишься умнее, становишься опытнее, узнаешь что-то больше и хуже от этого никому не становится. От того, что двумя роликами, там, 10-50 в Ютубе стало больше, хуже от этого не стало никому. А кому-то, может быть, это пригодится, кто-то посмотрит это видео и скажет, ну, да, толковое видео, вот мне оно как раз пригодилось. Поэтому, вот, нужно выбирать ту тему и нужно работать с нужной темой. Потому что неправильная тема, неправильная тематика блога, неправильное настроение, оно отравляет. Если ты изо дня в день воспринимаешь это как каторгу, говоришь, блин, зачем я связался с этой темой, но мне нужно ее вести, мне нужно ей заниматься, потому что раз уж прошло время, там, 2-3-5 месяцев, год, и когда ты понимаешь, что это не та тема, ну, вот это вот самый худший вариант. И нужно сразу расставлять, как говорится, приоритеты в самом начале пути. Нужно сразу понимать, что ты собираешься делать и что ты сделаешь, как ты будешь освещать какие-то определенные вопросы, определенные тематики и только потом уже браться за дело. Вот здесь есть пару строчек у меня в блоге о том, что блог, ну, нужно делать блог. Ну, есть, знаете, вот есть любители включать ключевые слова в название своего сайта, в доменное имя. Ну, я, честно говоря, нет. Я вот за вот эту вот брендовость. То есть это должно быть короткое имя, короткое название, все остальное уже сделает непосредственно контент и сам человек, который все это будет делать. Вот эти вот купим, там, как там, сделаем межкомнатные двери для вашей квартиры .ru. Это не мой вариант. Я не работаю с этим. Я вынашиваю, я работаю, я обдумываю непосредственно бренд. Я не думаю над самим сайтом, как... Я его не воспринимаю как название с ключевыми словами. Это полная херня. Вот есть товарищи, например, которые на форумах спрашивают. Ребята, как вот вам название? Вот есть возможность, допустим, написать слитно межкомнатные двери для вас .ru. А есть, можно написать там через дефисы. Да я вообще не работаю вот с такой тематикой. Я вообще так не выбираю доменные имена по такому принципу. Все должно быть коротко, все должно быть понятно, потому что это бренд. Бренд это Nike, это Sony, это Facebook. Это вот одно слово, которое должно выстреливать. Это то слово, которое сидит внутри тебя, с которым ты ассоциируешь себя и с которым ты ассоциируешь весь свой ресурс. И это бренд. И ты должен понимать, что может пройти время. Если ты будешь работать, то этот бренд, он будет на устах у людей. Никто не будет говорить, межкомнатные двери купил у васи .ru. Да это просто полнейшая фигня. Это просто проект для интернета. Это просто проект для покупателей. Больше не для кого, но не для самого себя. Поэтому не делайте вот этих вот ошибок. Не пишите там блог Васи Пупкина про SEO и сайтостроение .ru. Ну это образно, утрирую. Но возьмите себя как бренд там. Грубо говоря, там Вася Пупкин, да. Что там можно придумать? Вап с двумя П, например, там вап.ру. Грубо говоря, там, ну образно говоря, четырехсимвольное доменное имя. И оно, допустим, окажется свободно в какой-то зоне. Ну так проще. И оно запоминается. Есть какая-то брендовость. Есть какая-то серьезность в этом. Потому что это все маркетинг. И это тоже играет важную роль. И неизвестно, что со временем вообще, во что превратится ваш блог. Может быть, это будет что-то там очень важное, содержательное, интересное. Вас попрет, и люди будут читать. Вот эти вот блоги с длинными названиями, честно говоря, я не понимаю. Это, опять же, возможность стрельнуть в плане SEO, но не стрельнуть в плане личности и еще чего-то. Я знал, что вот у меня будет блок там Македа. Был у меня Македа.ру. Я это самый первый блок, фотоблок. Потом я его продал. Но потом я все равно, я знал, что у меня будет блок Македа. В чем здесь сама стилистика, в чем здесь сама загогулина вот эта вот закрученность названия. Во-первых, Македа это часть слова македонский. Во-вторых, Македа есть в английском языке такое понятие make, do. То есть, это такое вот связанное с хендмейдом. То есть, это то, что я, допустим, раньше на форумах подписывался македонский. Потому что я Александр. И вообще, в принципе, уважаю македонского. Очень много литературы про него прочитал. То есть, как бы вот такая вот часть, половина македонский. И половина вот связана там make, do. С каким-то вот творчеством, ремесленничеством. То есть, вот отсюда и пошло. То есть, вот короткое название, короткое имя сайта. И все просто, все очень легко и запоминается. И визуально это все очень запоминается. Поэтому, ну это вот было такое небольшое отступление. Поэтому, ребят, выносите идею. Я не говорю о том, что конкретно есть видео в моем канале касательно того, как уже работать непосредственно подходя к самому блогу. Чтобы там не перегореть. Чтобы материалы ваши накапливались. Они просто седали. У вас там в башке исчезали. И потом вы маялись. Блин, вот у меня были такие гениальные мысли. Почему я не написал? Ребятушки. Вынашивайте сначала идею. Вот ее, как мыльный пузырь. Вот эта вот невидимая полупрозрачная субстанция. В которой будет находиться вот тот воздух, которым будут дышать все остальные. Теперь по поводу того тех, кто будет дышать. По поводу вашей аудитории. Вы должны понимать, с какой аудиторией вы будете работать. И на что вы идете при контакте с этой аудиторией. Я, например, понимаю о том, что читать меня будут люди, которые собираются создать там свои сайты. Собираются их продвинуть. Либо будут читать люди, которые в середине пути находятся. Либо будут читать люди уже достаточно опытные. Но есть у них там, например, какие-то пробелы. Я в силу какого-то своего десятилетнего опыта сайтостроения. Вот могу, может быть, вот эти какие-то прогалины, эти пробелы как-то устранить. То есть кто-то прочитает, может быть, там пару строчек чего-то полезного для себя найдет. Соответственно, мы с вами, если вы читаете мой блог, вы прекрасно понимаете о том, что у нас есть определенная лексика, жаргоны. Есть какая-то у нас терминология. То есть нужно исходить из этого. Нужно исходить из этого. И опять же, нужно продумывать нормально структуру своего сайта. То есть не нужно там плодить кучу рубрик. Я, например, взял себе в шапке, вывел 2-3-4 рубрики. Там 1, 2, 3, 4. А все остальное сделал просто тегами. И вот когда у меня материалы подкапливаются, я просто, я вижу, что, ну да, там действительно появляются у меня материалы. Я просто тегами их вывожу и не делаю кучу рубрикаторов. Вот эта вот фишка, я заметил, она появляется сейчас. Я этого не перенимал. Для меня это просто удобно. Но я заметил, что вот эта вот теговость, она сейчас появляется на очень крупных каких-то порталах, новостных, зарубежных. Где-то даже встречались там какие-то российские, украинские. Вот просто тегами. Теги выводятся рядом с рубриками. Ну, по факту выводятся те же самые материалы из тех же самых рубрик. И ничего как бы здесь страшного нет. Просто эти теги важные. Нужно правильно делать выжимку. И нужно правильно выжимать из этого все данные, все материалы. Всю суть вот из этих тегов. То есть, никакой чрезмерной рубрикативности. Все коротко, понятно, четко. Человек зашел, человек сразу видит, чем он имеет дело. Что здесь есть вебмастеру, есть какие-то общие моменты, есть что-то по SEO. Какие-то я сюда публикую по SEO, какие-то последние там новости, сплетни, ну не сплетни, какие-то слухи. Я потом начинаю вчитываться, я углубляюсь, сравниваю новости на разных ресурсах. Если есть возможность, если мне опыт позволяет, я делаю какие-то свои выводы, формирую из этого статью. Потом пишу и добавляю вот сюда все деньги. Вот я пишу здесь все, что связано для вас с деньгами. Где вы можете заработать, где вы можете на чем-то как-то подняться, дернуть какую-то копеечку. Либо на чем-то и сэкономить. Вот это вот деньги. Во FreeZone я пишу все то, что кто-то от вас чего-то скрывает. Там те же самые какие-то источники контента, либо еще что-то вот такое глобально важное. Вот выкладываю во FreeZone, то, что действительно бесплатно. А здесь уже пошли теги, плагины, ниша. Все вот это вот добавляю. Ну и ссылка на моего хостера, если хотите, пожалуйста, переходите. Ссылка партнерская. Спасибо ребятам, которые переходят. Ну и как бы с одной стороны это уважение, это поддержка, это то, что я делаю. Я спокойно хожу по реферальным, по партнерским ссылкам. Там нет вирусов. Я просто перехожу по партнерской ссылке. Пусть человек заработает какую-то там энную сумму денег. Я его таким образом поддерживаю. Тем более, если сайт не обвешан рекламой. Вот, поэтому здесь ссылка никакая не замаскированная. Поэтому, ребятки, пожалуйста, хотите, отрезайте, хотите, переходите. То есть, вопросов никаких. Я не живу за счет рекламирования, за счет рекламы своего хостинга и таких моментов. То есть, вот с аудиторией нужно общаться на одном языке. И это понятно. Давайте вернемся к этому ко всему в разрезе того, почему умирают блоги. Здесь мы поняли. Здесь человек выбирает не свою тему и потом может опомниться слишком поздно. Но уже, как говорится, поздно пить боржоми, когда сайт не приносит удовольствия и удовлетворения. По аудитории. В чем косяк? Человек выбирает ресурс не по ту аудиторию. Он нифига не понимает, для кого он пишет, для чего он это говорит. Ему, грубо говоря, там берет и делает сайт на Майнкрафт. Потому что все сказали, что Майнкрафт это круто, тема прет. И вообще все шикарно. Можно поднять бабло. Но, ребят, в таком случае вы просто пишете, вы ведете блог не для себя, вы ведете уже коммерцию. Это уже коммерческий проект, коммерческий ресурс. И если вы нифига не шарите, вы ничего не напишите. Вам нужно покупать контент. Только давай, слюняй в лавандосик, листай. А там уж какой контент напишут. Как ты можешь проверить контент, если ты не знаешь, о чем должны писать. Одно дело, когда ты читаешь контент, покупаешь и ты разбираешься в этой теме. Другое дело, когда для тебя пишут, а ты вообще в этой теме не в зуб ногой. И ты просто взял у себя, опубликовал. А на том языке написано, не на том. Но это уже другое. Сейчас конкретно разговор непосредственно о блогах и о персональных блогах. Поэтому решил ввести персональный блог. Это не значит, что основная проблема. Хочу создать сайт, заниматься сайтостроением. Зашел, неделю посидел, блоги почитал. Ух ты, елки-палки. Так я уже все знаю. Все просто. Я могу и сам теперь учить людей и рассказывать о том, как делать сайты. И человек начинает, заводит блог и начинает учить других людей делать сайты. Блин, неделя. Я 10 лет занимаюсь сайтостроением и я реально понимаю, что я не супер, я не гуру. Я просто, как это правильно сказать, просто юзер, пользователь, который что-то знает, что-то не знает. В силу того, что где-то копался, нырял в это дерьмо глубоко и разбирался. Там очень много всяких вопросов. Я знаю. Есть какие-то моменты, которых я не касался, не сталкивался, не доводилось. Когда мне нужно, например, что-то там покодить, посмотреть, разобраться, как это работает. Я иду, читаю vpkama.ru и ищу и разбираюсь, куда примастырить этот код, как его написать и как он вообще работает. Да, вникаю. Ну, а если человек неделю почитал блоги, установил себе с горем пополам в Wordpress, три дня мучился с тем, как установить, добавить базу данных в форму установки в Wordpress, и он уже говорит о том, что он знает, как делать сайты. Ребята, я очень хорошо, с уважением отношусь к самокритичным людям. Есть, бывает, пишут люди, которые спрашивают, расскажите, пожалуйста, сколько вы там тратите времени на то, 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 как вы вот это делаете. Сейчас я меньше времени трачу, например, на блог, потому что, ну, как бы тут, вот моя вот ниша, я пишу, есть вдохновение, я написал, меня никто не подгоняет. Когда это были какие-то коммерческие тематики, коммерческие сайты, я понимал, естественно, что мне нужно больше, 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 больше. Я фигачил по полной программе, и когда я рассказывал, сколько времени тратил на это все, люди говорили, ого, ничего себе, да у нас ничего не получится. Я думал, что я много времени отдаю сайту, а оказалось, что и не так-то уже и много. Здесь люди уже понимают, что тут надо именно вкалывать по полной программе, что здесь нет времени для отдыха, здесь нужно именно работать и все. Ну, персональный блог, он дает, как бы, вот такую вот свободу, это такая вот демократичная, вариант такой демократии, когда ты творишь, как художник, вдохновение появилось, стал к мольберту, написал, сделал. Вот, поэтому, вот такая вот ситуация. Поэтому еще раз вернемся к аудитории, нужно знать, для кого ты это пишешь, чтобы тебя поняли. Потому что, когда вот какой-то такой новичок неделька, новичок неделька, я их называю недоношенными, новички недельки, они пишут какую-то фигню, какую-то ахинею, когда заходишь в их блог. Я вот иногда просто люблю походить по ссылкам, когда люди пишут комментарии, оставляют ссылки на свои ресурсы, там, в никнеймах своих. Бывает, зайдешь, смотришь и просто поражаешься. Ну, как ты мог подписаться таким ресурсом, показывать его, кому, для чего ты пишешь комментарии у человека, у которого, который ведет блог, там, 10-15 лет, пусть 10. Тот же самый, там, блог Дивака Сергея Кокшарова. Ты подписываешься своим позорным вот этим вот блогом, ты его продвинуть хочешь, так тебе захочешь, заходишь, блевануть хочется, написать твоему хостеру, чтобы он прибил твой сайт, чтобы его больше видно не было, чтобы он не порочил всемирную сеть своим присутствием. Вот и все. Ребята, выбирайте адекватно свою тематику. Ну, так вот, о чем речь. Заходишь, там написано таким языком, такое ощущение, что там писал первоклассник этот текст с ошибками, с грамматическими терминологией никакой. То есть, он как бы теоретически понимает, как это должно выглядеть и что из себя это представляет, что он где-то вычитал в каком-то блоге. Но по факту он не может это объяснить никакими терминами. Вот и все. Какими-то пишет дебильными, простыми словами. Ну, естественно, такие блоги потом исчезают. В лучшем случае там выложено какой-то десяток статей, он там висит, оплачивается хостинг. Ну, и он там как-то что-то где-то может быть фантастическим путем где-то в какую-то там на третьей страничке по запросу по какому-нибудь низкочастотному окажется. Ну, а так, ребят, ну это провал, это просто днище и что тут еще сказать. Погнали дальше. Тот самый момент, когда руки растут не из того места, когда твой блог это просто посмешище, это дело даже не в контенте, а дело в ужасном дизайне. Ужасный дизайн, сами понимаете, это отсутствие поведенческих факторов, естественно, это отсутствие юзабилити всех вот этих вот вещей. Ребят, 21 век на дворе, вы что не можете себе тему нормальную найти? Где вы дергаете вот это вот убожество уродское, какое-то бесплатное, которое даже в репозитории WordPress таких тем нету. Вы где-то их находите, вы находите какие-то шаблоны с диким количеством ссылок, которые просто там всеми цветами радуги переливаются. На вашем сайте, у вас там в футере где-то. Ребятушки, есть сайты, которые вы делаете на Виксе. Вот этого я вообще не понимаю, сделать сайт на викс.com. Я уже писал рекомендации в одной из статей по одному бренду, почему им стоит уйти с Викс. Они мне написали письмо, отблагодарили меня, сказали спасибо большое, вы читаете наши мысли. И очень круто, и спасибо большое, чтобы вы уделили нам внимание. Вот этот Викс, ребят, ну это зло. Это вы, вы не можете ввести свой блог. Хотите ввести свой блог, должны понимать, что вы хотите большинству людей что-то рассказать и донести до них какую-то информацию. Донести какую-то информацию вы можете только при помощи SEO-оптимизации. SEO-оптимизацию сделать где? SEO-оптимизацию сделать только на блоговом движке. Есть блоговый движок WordPress, есть куча других движков, о которых мы не говорим, хорошие они или плохие. Они просто кому-то нравятся, кому-то нет. Joomla, DLE, Modx, платные, они бесплатные. Нас это в данный момент никак не щекочет. Это уже непосредственно. Но это творчество, это развитие, это дополнительные извилины в головном мозге. И серое вещество начинает шевелиться. Представляете себе сделать на Wix.com сайт о том, как создавать и продвигать сайты на WordPress. Я видел такое. Это реально такое, знаете, слезоточивое зрелище. Хотелось, как говорится, обнять и заплакать. Я видел такое. Значит, я видел все. Поэтому, ребят, хотите что-то делать, хотите классный блог, пожалуйста, ознакомьтесь, что такое движки, что такое CMS, CMS, Content Management System. Пожалуйста, работайте, разбирайтесь. И даже если ваш блог не посвящен продвижению, сайтостроению, а просто отдельно какой-то теме, пишите картины, занимайтесь дизайном, выкладывайте свои фотки. Пожалуйста, работайте вот с этими движками, потому что со временем вы можете расширить свой функционал и сделать с ним все, что хотите. Не тратьте время на вот эти всякие бесплатные блогеры, шмогеры, Wix и прочие вот это вот. Не буду говорить, иначе придется запикивать. Дальше погнали. Не умеешь воровать. Не умеешь воровать в хорошем смысле. Не умеешь воровать идеи и контент. Вот здесь я уже написал, здесь у меня есть цитаты. Все уже придумано. Если хочешь добиться успеха, то тебе стоит что-то украсть. Но затем сделать это еще лучше. Посмотри, как сделано у конкурентов и сделай лучше. Всегда стоит работать только в сложной нише. Иди туда, где беспощадная конкуренция. Иди туда и сделай лучше. И только так тебя ожидает успех. Это, кстати, фразы, которые сказали какие-то очень известные люди. Экономисты, финансисты. Я вот себе их выписал. Сохранил там в блокнотике. Скопировал. Есть у меня такая мания. Копирую интересные мысли. Сохраняю их себе. Причем это не просто мысли с каких-то сайтов. А сайтов конкретно, которые выдают там. Вводишь в поисковике. Там умные мысли людей. Нет. Это вот то, что случайно встречается в каких-то книгах электронных. Либо еще что-то. Что значит воровать. Вот я написал такую фразу. Не умеешь воровать, значит обречен. Не умеешь воровать контент. Не умеешь воровать идеи. Если у тебя проблема с тем, как реализовать сайт. У меня такое бывает. Я не могу понять, как это собрать у себя в голове. Как это все красиво сделать. Как это вот сжать в одно единое целое ядро. Чтобы это ядро долетело туда, куда надо. И взорвалось. И просто поразило всех. Поразило нужную цель. Нужно учиться воровать идеи по-хорошему. Их нужно заимствовать. Нужно посмотреть. Сделать лучше. Нужно увидеть контент. Нужно написать лучше. Если вы увидели какой-то контент. И понимаете, что его можно как-то дополнить. Возьмите, изложите его своими словами. Перепишите. Добавьте. Дополните. По существу. Вот вам пожалуйста. Это не значит, что нужно его рерайтить. Догонять до какой-то уникальности. Просто прочтите. Пусть у вас в голове это все сядет. И просто напишите все это по-своему. Просто потому, что вы можете это сделать лучше. Все. С пустого места. На пустом месте. Из ноля. Ну ничего. Это как бы теория большого взрыва. Здесь у вас не сработает. Вот из одной точки все взорвалось. Разлетелось и превратилось во вселенную. Ничего не получится у вас. Вам нужно позаимствовать какие-то идеи. Пожалуйста. Заимствуйте. Но улучшайте их. Не копируйте. Не будьте просто вором. Который что-то украл. И ничего не внес лучше. Да. Я не исключаю тот вариант. Что вы со временем станете умнее. Что вы что-то будете добавлять. Что-то вносить. Какие-то изменения. Но это в человеке либо есть. Либо этого в человеке нет. Вы просто должны сами себя проанализировать. Отдавать себе конкретный отчет. В том что можете вы или нет. Либо вы будете так и тащиться на копипасте. Копипастить все тексты. Либо вы действительно сможете что-то внести свое. Вот просто понимаете это. Погнали дальше. Что еще убивают блоги. Убивают жадность. Убивают жадность непосредственно человека. Который ведет этот блог. Убивают жадность всех остальных. О жадности непосредственно человека. Который ведет этот блог. Завешивают рекламой все. Начинают превращать это все в какую-то фигню. Хочется 550 рубрик. Чтобы вот человек увидел. Это кстати тоже о жадности. Когда вы пишете по 20-25 рубрик. И в каждой рубрике находится по 1-2 записи. Ребята это порнография самая настоящая. Заходишь туда видишь один пост. Который Вася написал 6 лет назад. Ну смысл этого всего. Объясните мне. Сделайте нормальный рубрикатор. Красиво. Все вот туда положите. И все будет классно. Не завешивайте сайты своими рекламами. Своими еще чем-то. Я вот не понимаю. Напишите классный пост. Разместите там партнерскую ссылку. Человек по ней перейдет. И все будет хорошо. Вот эти вот блоки AdSense. Блоки Яндекс.Директ. Это все конечно хорошо. Но это хорошо все в меру. Когда оно все красиво вписано в статью. Если это красивый блок в начале статьи. Сделайте с обтеканием текста. Если это красивый горизонтальный блок 720 на 90. Пожалуйста. Под названием. Под заголовком. Вставьте между заголовком и текстом. В конце ставьте. Пожалуйста. В середине вставьте. Но чтобы это все было красиво. Чтобы это все обтекало. Чтобы это все смотрелось хорошо. И стильно. И вписывалось вообще. Вот в общую концепцию. Я вообще не против рекламы. Я за рекламу. Я за 3, за 4, за 5 блоков. Когда они находятся на виду. Когда они красиво вписаны. Я хожу по рекламе. По этой в других блоках. На других сайтах. Я стараюсь. Где-то там. Если есть какая-то тематика. Меня интересующая. Я спокойно перехожу по рекламным ссылкам. Там нет вирусов. Там просто реклама. Я зашел. Человеку капнуло копеечка. Монеточка. Блин. Мне не жалко. Честно потратить там 5 минут. Зайти посмотреть. А тем более. Если это какая-то интересная реклама. Вообще просто вопросов нет. Мы работаем. Можно сказать работаем. Как бы персональный блок. И мы надеемся на то. Что наш блок. Наше хобби. Со временем. Может будет там вводить наш в ноль. И нас в ноле будет самоокупаемым. То есть там оплата хостинга. Оплата доменного имени. Это просто приятно. Это просто приятно душе. Раньше была такая мода. Размещали там кнопки типа донейт. Это от пейпаловцев пошло. Кнопки донейт. Там на проект. На ресурс. Да. Это можно сделать. Если ты делаешь классные качественные материалы. Пишешь классные статьи. Делаешь все хорошо. Да. Можно. Вообще вопросов нет. 100, 200, 300 тысяч рублей. Подкинуть человеку. Который ведет сайт. Который открывает какие-то секреты. Который помогает. С техническими нюансами. С техническими моментами. Вообще вопросов нет. Вот. Можно помочь. И даже нужно. Вопросов нет. Но это будет лучше. Это будет менее навязчиво. Чем разместить кучу рекламных блоков. Которые будут кричать. Блин. Пацаны. Дайте мне бабла. Я сделал этот сайт. Я сделал этот блок. Для того, чтобы вы понажимали на рекламку. Ну я вот разместил там в конце поста 720 на 90 блок какой-то. Ну нажмете хорошо. Не нажмете. Ну я господи. Я от этого не разбогатею. Со временем, когда у меня увеличится посещаемость. Я смогу, например, публиковать какие-то статьи от людей рекламные. Буду размещать в них ссылки. Но предварительно буду предупреждать о том, что это ссылка. И буду отбирать этот материал. Только в зависимости от того, что этот материал действительно будет полезный моим читателям. Потому что я привожу вот эту вот ссылку. Ссылаюсь на нее. Как бы знакомлю вас с новым человеком. Я за него отвечаю. Это как на webmasters.ru на форуме раздают инвайты. Ты прежде чем получить инвайт, отписываешься модератору форума. Модератор форума задает тебе вопрос. А ты просто Вася? Или ты что-то умеешь? Я, например, для того, чтобы получить инвайт на webmasters.ru Сбрасывал примеры своих сайтов. Человек смотрел. Говорит, о, классно. Вообще супер. Отличные проекты. Да, вот тебе на webmasters для общения с людьми надо вот тебе, пожалуйста, инвайт. Вот это вот такой же точно инвайт. Мне, например, интереснее разместить какую-то там платную ссылку с хорошей статьей, которую написал человек. Мне, например, интересно разместить какой-то баннер, ведущий на какой-то другой сайт, может быть, смежной тематики. Чем обвешаться надоевшими блоками рекламы AdSense, либо Яндекс.Директа. Да, они могут быть, они и будут, они и будут тематичными, но нужно просто во всем знать меру. Успех всегда вот в этой смеси разно-тематичной рекламы вот этих вот блогов. Там либо это партнерка за действие, либо это контекстная реклама, продажа ссылок и все-все-все-все-все. Все, это вот несколько ручейков, которые стекаются в одно, но это все нужно делать красиво, это все нужно делать порядочно и просто не напрягать зрение, потому что вы просто так унижаете и низко цените своих читателей, которые к вам пришли. Погнали дальше. Коммуникации. Завел блог, будь добр, общайся с тем, для кого пишешь. Если ты написал статью и ждешь, что ты напишешь следующую статью через 5 дней, это не значит, что ты не должен заходить в свой блог и читать комментарии. Ты радуйся, что они у тебя есть. Если я ничего не пишу, я все равно захожу, я все равно проверяю, я все равно читаю комментарии и отвечаю на них. Спасибо огромное всем тем, кто пишет комментарии, спасибо всем, кто пишет мне электронные письма, спасибо всем тем, кто обращается ко мне за платными консультациями, за платными услугами. Очень много людей есть, которые обращаются за платными консультациями. Какие-то очень простые вопросы, но мы закрываем эти темы, человек сразу разбирается, что где, это бывают такие вопросы чаще всего начального уровня. Да, консультации платные, но они доступны для каждого человека. И может быть в какой-то ситуации человеку проще услышать это непосредственно от тебя, от живого человека, чем прочитать где-то и додумывать, правильно ты сделал или нет, и проводить над собой какие-то эксперименты. С людьми нужно общаться, потому что ты уже фактически становишься публичной личностью, есть желание у тебя показываться или нет желания, есть ли в этом в принципе нужда показываться, либо нет нужды показываться. Но это же дело пятое, главное, чтобы до людей доходила информация, и им было приятно с тобой общаться, а они знали, что они напишут сегодня комментарий, а завтра ты на него ответишь, либо как-то поможешь. Не для SEO. Не для SEO это вот очень простой пример того, что я вот вам сейчас приведу. Я, например, пишу все свои статьи, я скажем так, я не все свои статьи пишу в плане SEO. То есть я не забиваю там ключевые слова, не проверяю их, ну то есть вот так. Просто вот пишу, как бог на душу положил, так вот, есть, пришла идея, написал статью, все, не заморачиваюсь вот этой SEO-оптимизацией, какими-то ключевыми словами. Я из опыта подсознательно понимаю, что там уже в этой статье сидят ключевые слова. Я уже из опыта понимаю, что мне нужно в принципе написать там в плагине, прописать какой там правильный заголовок. Но я не заморачиваюсь, и я не теряю тем самым нить и душу содержания своего блога, какой-то определенной статьи. Ну, я бы сказал так, из опыта. Пишешь 70% статей под SEO, 20-30% оставляешь для души. Невероятно, но факт. Эти 20-30% будут выстреливать не хуже, чем те 70%, которые ты будешь писать под SEO. Вот и все. Здесь есть вот такой вот порядок, закон равновесия какой-то, но он присутствует. Вот эти статьи тоже будут давать трафик. Теперь поговорим о лене. Лень это вообще, блин, тормозящий такой процесс. Ну, вот я, например, сижу, копаюсь, ищу какие-то конкретные источники для трафика, либо еще чего-то. Вы думаете, кто-то не мог это найти? Да люди могли это найти, просто они ленятся. Они ленятся что-то поискать. Вы думаете, те источники трафика, которые я по тегам ниши, вот в меню посмотрите, вверху выкладывал, ими кто-то будет пользоваться? Да никто не будет переводить эти тексты. 10% если возьмет это на вооружение, если возьмут эти источники, будут переводить тексты, и нормально адаптировать статьи, рерайтить их, переводить на русский язык, и размещать контент. Если 10% людей, которые прочитали эту статью, сделают, это будет просто замечательно. Ребят, лень нужно искоренять, нужно идти вперед, забывая о лене. Поэтому это вот что касается непосредственно самого блогера. И что касается теперь читателей, которые убивают просто у блогера интерес вести. Люди просто из своей лени, они просто ленятся. Им интересно, но они не ленятся нажать на какую-то ссылку, они ленятся нажать на какую-то картинку. Здесь есть, конечно, можно сослаться на вариант доработки, недоработки самим автором, что не заинтересовал ты, ты, ты. Но есть какой-то процент людей, которые просто поленятся сделать это и все. Вот то же самое их касается в плане зависти, страха и жадности. Вот то, что убивает, то, что выкашивает непосредственно владельцев блогов и авторов. То, что люди боятся перейти по какой-то рекламе, люди боятся перейти по партнерской ссылке, потому что возникает зависть, что вот я сейчас зайду по этой ссылке, зарегистрируюсь, а потом он будет публиковать свои финстрипы, что он там поехал в Таиланд с семьей отдыхать там на 10 дней, либо еще чего-то. Есть такие люди, они просто не переходят по этим ссылкам, они их режут, они ими не пользуются, потому что они просто завидуют и жадничают. И вам, как блогерам, вам, как автору, нужно быть готовым к этому. Нужно понимать, что вы столкнетесь с неадекватностью пользователей, читателей, которые не будут пользоваться теми материалами, которые вы им предлагаете. Вот и все. Это просто жадные люди, которые не ходят по партнерским ссылкам, как вот многие пишут, я беру, копирую ссылку, открываю ее в изолированном окне, отрезаю, а потом уже перехожу. Ну, это свинство, честно говоря. И я просто сужу по себе, я так не делаю, поэтому мне это не нравится, это эгоистично. Ты зашел, ты прочитал статью, тебе человек положил ссылку, перейди по ней, тебе от этого хуже не будет. Ты от этого не потеряешь. Потеряет система, в которой ты зарегистрировался, потому что она будет выплачивать комиссионное вознаграждение, какие-то партнерские, человеку, который написал для тебя дебила статью, потому что ты этого не знал, как это сделать. А человек тебе открыл глаза, дал ссылку, поэтому будь добр, пожалуйста, заплати ему за его труды, за его возможность раскрутить эту статью, продвинуть ее в топе, чтобы ты попал на нее и перешел. Вот и все. Тролли, недоумки, недоучки, теоретики выскочили. Есть такая категория людей, у которых можно поставить диагноз. Дебил имбецил. Ты пишешь статью, ты стараешься и выкладываешь ее где-нибудь на форуме, либо у себя в блоге, 10 человек читают, им нравится, находится какое-то непостижимое существо, которое запарафинит твою статью, а потом ты идешь, читаешь какие-то материалы, которые опубликовал этот человек, либо смотришь его профиль на форуме, а он, оказывается, там три дня работает копирайтером в каком-то издании, в какой-то фиговой компании, либо ведет какой-то там третий день какой-то вонючий свой блог и пишет тебе какие-то там высказывания, свои сраные мнения по поводу твоей статьи, которую ты писал 5-6 часов сидел. Во-первых, плюйте на таких людей, это полнейшие недоумки, они не знают, о чем они говорят. Умный человек, который разбирается в теме, он всегда напишет, прошу прощения, но я бы хотел вас поправить, вот у вас есть здесь упущение. Он напишет, и поверьте мне, с таким человеком приятно общаться, и ты ему можешь там в топике ответить. Да, согласен, что здесь вот есть такая-то возможность посмотреть на это с этой точки зрения. Культурные люди культурно пишут. Пишут культурно те, кто разбирается в теме. Кто не разбирается в теме, пытается привлечь к себе внимание, пытается вас потроллить и написать какую-то гадость. Вот я вот для вас это написал. Поскольку мы говорим о блогерстве, то не существует профессии блогер. Все знания добываются эмпирическим путем. И никто не имеет права вас упрекнуть в чем-то и сказать, что вы что-то неправильно написали, что вы что-то как-то неправильно сделали, неправильно сформулировали. Мысль, теорию, либо еще что-то. Особенно если это касается, если у вас была какая-то практика, вы на практике все самостоятельно сделали, вот выложили людям, они вас потом порафинят. Посылайте таких людей, не давайте им возможности втягивать вас в какие-то дискуссии, споры, не давайте им возможности разряжать вас как профессионала. Из-за таких людей умирают блоги, потому что человек просто начинает терять свою какую-то вот такую хорошую самоуверенность, хороший эгоизм и пытаться что-то делать, добиваться на практике. Не обращайте на таких людей внимания. В принципе, это все, что я хотел сказать. Потратил 40 минут вашего времени, высказался, может быть, вы что-то из этого подчеркнете, подчеркнете, может быть, вам что-то пригодится, то, что я сказал, может быть, вам просто было приятно послушать, может быть, неприятно. В любом случае, читайте мой блог. Все, что я делаю, я делаю не для себя, я делаю для вас. Будет очень много интересного. Пожалуйста, подписывайтесь на страницы в социальных сетях, подписывайтесь на канал в YouTube. Будет очень много не то, что интересной, а главное полезной информации, которую до вас никто не донесет и которую вам никто не расскажет. Было приятно для вас поработать, было приятно для вас записать это видео. Спасибо всем, кто комментирует, спасибо всем, кто присылает письма. Вот ребятки есть такие, шпарят настоящие, такие хорошие посты, пишут. Это неравнодушные люди. Поэтому, ребят, спасибо всем. Всем удачи в нашем нелегком деле. Будем стараться, я буду стараться для вас. Всем удачи, всем всего самого наилучшего. Еще услышимся. Пока.